Дорожные сети Плохое состояние дорог и их безопасность, а во многих случаях наоборот опасность. Эти два вопроса сегодня обсуждали на ежегодной дорожной конференции. Горячая тема — ситуация на грунтовых дорогах. Позавчера в правительстве приняли бюджет на ближайшие три года. И я могу сказать, состояние дорог будет только ухудшаться. С каждым годом как минимум 10% дорог, за исключением главных, будут рушиться и разваливаться. Бюджет ремонтных работ в этом году — 307 миллионов евро. Лишь десятая часть этих денег уйдет на реконструкцию 400 километров грунтовых дорог. Но это больше, чем раньше. В некоторой степени мы профессионалы в том, как работать в условиях недостатка средств. Система сейчас недолгосрочна. И для нас важно достичь корреляции между тем, сколько платят водители и сколько из этого идет на ремонт дорог. По нашему мнению, главное, чтобы акцист на топливо возвращался на дороге. Каждый год латвийские водители приносят в бюджет государства в виде налогов 800 миллионов евро. А до дорог доходит 250. Остальные средства идут на другие государственные нужды. В 2020 году также закончатся средства фондов ЕС, которые сейчас составляют большую часть денег, за счет которых в стране идет ремонт путей. Мы думаем, что можно направить резервы фондов на работы в 2020 году. А также все доходы с акциза, которые свыше запланированы, их также перенаправим, чтобы профинансировать работы на необходимом уровне. Еще живая идея восстановить дорожный фонд. План в министерстве подготовили. Скоро должны подать на рассмотрение правительство. В очередной раз. Сеть латвийских автодорог — это 20 тысяч километров путей. Чуть более половины из них — это грунтовки, которые сейчас выглядят вот так. Все из-за таяния снегов и дождей. Причем ситуация повторяется из года в год. Весной и осенью. Проехать по таким путям практически невозможно. Вторая часть, чуть менее половины, — это заасфальтированные пути. Они уже отремонтированы, причем в большей своей части за средства европейских фондов. Наконец-то реконструкцией дождется и вот этот участок на шоссе А2 возле известного когда-то ресторана Сенейта. Ремонтные работы планируют начать здесь уже в этом году. Реконструированные дороги должны быть безопасными. Например, в Швеции уже действует план нулевой смертности на дорогах Zero Vision. Главная идея — ошибка на дороге не должна стать смертным приговором. Мы очень успешно разместили на шоссе барьеры. Если вы совершите ошибку и заснете за рулем, то врежетесь, и вам придется купить новую машину. А на дорогах старого поколения произойдет лобовое столкновение, и вы не сможете купить новую машину, потому что вы будете мертвы. Чтобы избежать смертельных аварий на дорогах, в Швеции ограничивают скорость, размещают защитные барьеры, следят за использованием шлемов для велосипедистов, а дорожки для них отделывают материалом, как на игровых площадках, чтобы даже травм было меньше.